день добрый всем aquarius bq aquarius 5.7 у меня сегодня 80 евро цена замены дисплейного модуля видите да подсветка есть телефон рабочий сейчас попробую его заменить огромная батарея так выглядит дисплейный модуль готовый дисплей сзади приклеен пластик по моему шлейф дисплея такой вот длинный тачскрин и так скручиваем винты а и и и и и и и и две сим-карты, карта памяти камера 13 мегапикселей китайский есть китайский сняли винты снимаем заднюю крышку еще один винт остался незамеченным микрофон видать при ударе дисплейного модуля отлетел еще и микрофон обычный четырехпиновый микрофон но это мы заменим в следующий раз когда клиент придет и скажет что у него не работает микрофон а вот он вот здесь вот хотя можно в принципе его и сразу поставить и так давайте проверим дисплейный модуль здесь у нас дисплей проблематично будет подсоединить тач давайте его поставим проверим после того как снимем разбитый дисплейный модуль так снимать будем филом давайте сначала снимем системную плату что-то у меня с камерой какой-то свет падал итак на чем остановились открутили винт кнопки звука кнопка включения здесь у нас шлейф держит так смотрим смотрим вот у нас здесь находится разъем дисплея судя по всему придется залазить под вот этот вот пластик ни разу раньше не приходилось менять дисплейный модуль на этой модели так снимаем наклеечку аккуратно разъем шлейф давайте вообще ее снимем чтобы не мешалось дисплей и тачскрин включаем термофен начинаем нагревать 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 так 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 Нагрели. Так, аккуратно снимаем, отделяем от рамки. Обычная процедура. Вот еще один разъем. У нас же здесь два разъема дисплея. Тут, судя по всему, драйвер укладывается вот сюда. Не обратил я внимания. Теперь можно вытащить. Нагреваем верхнюю часть. Сняли дисплейный модуль. Ничего. Так, давайте посмотрим. Драйвер заклеенный у нас здесь. Не будем все мать отсюда и оттеснуть. Удаляем стекла. Так, сейчас я, наверное, поставлю на паузу. Дальше всем все понятно. Сейчас я удаляю этот двусторонний скотч с периметра полностью отсюда, спереди. Вот. Стеклу удаляем, соответственно. Ну и чтобы время не терять, за раз поставлю микрофон, который может быть отвалился. Может я его сам сорвал. Вот. Вот. Итак, после этого проложим снимать. Ставим на палку. Итак, друзья, продолжаем снимать. Минут 15-20 я проклеивал дисплейный модуль, рамку. Удаляю бумажки защитные. Вот. И то же самое я сделал на дисплее. Снимаем пластик. Плюс на паузе я проверил полностью дисплейный модуль, подключил его напрямую к системной плате, что ИГУ тоже должен сделать. Проверить его. Так. Ставим обратно решетку. Алло. Ничего. Вставляем дисплейный модуль. Вставляем дисплейный модуль. Вставляем дисплейный модуль. Драйвер. Драйвер. Не знаю, зачем нужно было это делать. Такую конструкцию. Так. Разъем. Тачскрина. Так. Вот он тот самый шлейф с драйвером. Ставим его на свое место. Не понял. Был ли он проклеенный? Нет. Не был. Не был. Да. Вот я еще на паузе поставил микрофон, который возможно самый оторвал. Честно говоря, не знаю. Может и был оторванным медиатором, когда снимал внизу. Установили подложку. Снимаем. Устанавливаем системную плату. Застегиваем обратно разъем нижнего модуля. Камера. Передняя. Задняя. Застегиваем шлейф. Так. Тачскрин. Кнопки звука. Так. Тип-ляп. Сделаем у китайцев. Токсиальный кабель. Застегиваем. Так. Кнопка включения. Разъем дисплея. Застегиваем. Так. Наклеечку нашу забудь. Наклеечку приклеиваем. Винтик. По-моему, один винтик у нас все держал. Системную плату. Системную плату. Вот здесь где-то посередине. Крышку. Уже закусывает кнопку конструкции. Обязательно нажмите на кнопки, проверьте, чтобы был клик, потому что китайских телефонов часто западают. Так. В общем-то, все. Давайте сейчас включим. Я не показывал, как он работает. Обязательно прислоните дисплейный модуль. Лотерея, кстати, у нас на нуле. Давайте подсоединим, чтобы не отключился зарядка. Пусть пока загружается. Закручиваем винты. Появилась картинка. Вот такая вот у нас заставка на телефоне. Интересная. Так. Все работает. Таким способом аккуратно. Не очень сильно давить. Очень сильно давить не надо. Рисуем дисплейный модуль к рамке. Тот двусторонний скотч, который мы налепили, должен как следует соединиться. Можно прогреть не сильно. Итак, друзья. Только что мы поменяли дисплейный модуль. На Aquarius 5.7 BQ. Китайский. Китайской компании. Всем спасибо за внимание. С вами был Вдов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.